Соловей мой, Соловей мой Вечерний звон. У этих поистине народных песен есть автор, настоящий мастер русского романса, композитор Александр Алябьев. Не исключено, что одно из этих произведений было написано им в Оренбурге. Осенью 1833 года музыкант был сослан в наш край. С 1835 по 1836 Александр Александрович служил чиновником в канцелярии Оренбургского военного губернатора Перовского. В областном архиве сохранились личные письма Алябьева и его воспоминания. Такова история. О новостях современной культурной жизни Оренбурга узнаем в материалах наших корреспондентов. Юбилейный сезон Оренбургского театра музыкальной комедии «Богат на события». На этот раз поклонников легкого жанра своим талантом порадовал солист Павел Бедарев. Творческий вечер артист посвятил десятилетию работы на областной сцене. За это время Павел хорошо зарекомендовал себя в амплуа героя Аперетты. Паша обладатель замечательного бархатного баритона. Мне кажется, именно бархатные голоса очень нравятся женщинам. Также Павел Дмитриевич обладает хорошей фактурой. У него широкие плечи, у него большой рост. На творческом вечере Бедарев проявил себя как многоплановый актер. Он исполнил арии из опер Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова. Пусть и деревы и пели, вели гнезда и свистели. Эта концертная программа для Павла – переход на новый этап. Совершенствование своего мастерства, поиск новых образов. Работа, работа и работа. Мне нравится наш театр. Я люблю эту работу. Я обожаю петь, я обожаю выходить на сцену. Я обожаю нашего зрителя. Творческий вечер артиста прошел на ура. Долго не смолкали аплодисменты. Это был настоящий праздник классической музыки. В общеобразовательной школе номер 11 города Оренбурга остановился литературный караван. В гости к ученикам первых-четвертых классов приехали сотрудники Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки и писательница Людмила Ковалева, которая представила две своих книги. Эти сказки написаны были сначала для себя, ну так сказать, для своего племянника я писала, но потом мне предложили, почему бы не сделать из них книжку. И я понимаю, что это было не напрасно, потому что действительно сейчас дети читают. Мне всегда приятно узнавать, что они там кладут под подушку эти книги, делятся с друзьями. Акция «Литературный караван» кочует по Оренбуржью почти год для того, чтобы знакомить маленьких читателей с книгами лучших детских авторов и прививать ребятам любовь к чтению. Не секрет, что престиж книги несколько падает, поэтому мы как раз таки желаем то, чтобы престиж книги поднялся, дети обратно повернулись. Книги начали читать вместе со своими родителями, бабушками, дедушками и, конечно, педагогами. Сегодня нам библиотека привезла книги действительно с яркой иллюстрацией, которые подходят именно для детей начальной школы. И это вызвало большой интерес, и я думаю, в дальнейшем дети будут читать книги с удовольствием. На незабываемой встрече дети познакомились с книжными новинками, услышали одну из сказок из уст автора, увидели забавные анимационные ролики, а также узнали о том, что теперь по мотивам приключений Хрюндика есть даже настольная игра. Мне понравилось все, потому что очень было интересно и совсем было не скучно. Мне кажется, что эти книги должны выпускаться дальше и дальше. Литературный караван продолжает свое путешествие, а значит, впереди у ребят еще много интересных встреч и знакомств. Юбилейная выставка известного оренбургского художника и искусствоведа Игоря Смекалова открылась в Оренбургском областном музее изобразительных искусств. Посетители залов окунулись в замкнутый и вместе с тем бесконечно глубокий мир творчества представителя Объединения Оренбургских художников Академии Садки. Я признателен Оренбургскому музею изобразительных искусств за возможность показать в его залах результаты своей работы. Это ретроспектива моя. И здесь представлены примерно результаты 23 лет работы. Имя художника связано с русским авангардом. Его живопись – это мир пастельных тонов без деталей. Это не столько время, пространство и герои, сколько само мироощущение автора. Главное достоинство работы Игоря Смекалова – это то, что он настоящий живописец. Игорь Владимирович Смекалов – это уникальный человек, уникальный художник, потому что он в себе смог объединить очень-очень много. Игорь Смекалов – не только художник, но также ученый и педагог. Он научный сотрудник Оренбургского музея изобразительных искусств и доцент кафедры рисунка и живописи Архитектурно-строительного факультета Оренбургского государственного университета. Игорь Владимирович – один из немногих педагогов, которые учили нас не как рисовать, как правильно держать карандаши, а показали, зачем нам это делать, сделали из нас художников. Он дает очень много и знает очень много, поэтому с ним очень интересно. Живопись Игоря Смекалова удивительным образом завораживает и заставляет зрителей его картин увидеть обычную жизнь в необычных цветах и формах. Говорят, на умелых земля держится. И это правда. Сейчас мы побываем в гостях у самой настоящей ткачихи. Хотя Оренбурженка Клавдия Саблина – мастерица на все руки. Что задумает, то сразу воплощает в жизнь. Что в итоге получается, давайте посмотрим вместе. Эта домашняя экспозиция – лишь малая часть произведений, созданных терпеливой иглой. Иглой в руках Клавдии Саблиной. Она вышивала столько, сколько себя помнит. У нее целая коллекция вышитых редких икон. Клавдия Владимировна подходила к каждой работе как истинный иконописец, а по окончании освещала образа в церкви. Она принимала участие в выставках народного творчества, всевозможных конкурсах и фестивалях. Со временем увлечение вышивкой стало отходить на второй план. Клавдия задумалась о чем-то новом, необычном. И, как это бывает у творческих, целеустремленных людей, быстро нашла себе занятие по душе. Год назад она совершенно случайно приобрела старинный ткацкий станок. Этому станку на сегодня более ста лет. Называется он «Кросно». Приобрела я его в городе Ува. Это 100 километров от Ижевска. И, как видите, при таком возрасте он в хорошем состоянии и в рабочем. Ткать – дело хлопотное, кропотливое. Требуется сосредоточенности и терпения. Клавдия Владимировна в каждое движение вкладывает душу, чтобы получилось не только красиво, но и полезно. Мастерица искренне верит в то, что сделанные своими руками вещи могут лечить. Стан уже заправлен под женскую рубаху. И вот я выткала уже узор заднего полотнища. В каждом доме были эти ткацкие станки. Люди сами себя одевали. А одежда, сотканная и сшитая самою, она носит обережный характер. Головной убор, сшитый по старинным образцам, пояс, оберег, домотканная юбка – повседневная одежда женщины. Она не знает, что такое головная боль, артрит, радикулит и прочие болезни. Судьба часто наносила Клавдии Саблиной жестокие удары. Но благодаря своей искренней вере, поддержке предков и, конечно, своим увлечением, она сохранила молодость и души, оптимизм. И наставляет окружающих не унывать. Рукодельница создает дому уют. Чтобы сделать половичок на кухню, пускает в ход пришедшие в негодность просто не платье. Домотканные коврики получаются красивыми и служат долго. На создание очередного шедевра вдохновляет вот эта дорожка, сотканная еще бабушкой Клавдии. Ткет Клавдия Владимировна и такие вот сумочки. Летний вариант, ручная работа, можно сказать, от кутюр. А это тоже ткацкий станок, современный. На нем Клавдия делает пояса обереги. Активная, уверенная в себе, жизнелюбивая. Перед тем, как покинуть гостеприимную квартиру Клавдии Владимировны, мы прочли вот эту вышитую молитву. И на душе стало тепло и солнечно. В Оренбурге прошел 12-й форум Содружества музеев. Мероприятие посвящено юбилею Великой Отечественной войны и 185-летию Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Впервые в работе конференции приняли участие представители Башкортостана и Казахстана. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Оренбуржья – основная цель форума. Для музейных работников такие мероприятия – возможность обменяться опытом, подискутировать на волнующие темы, познакомить коллег со своими достижениями. Посредством вот таких вот мероприятий форумов транслируется и передается в муниципалитетах. Как с точки зрения выставочных новаций, как с точки зрения научных разработок, экспонирования вообще. Потому что сегодня такие форумы, как мультимедийные элементы и так далее, это становится неотъемлемой частью формирования музейных экспозиций. Прежде всего форум – это праздник. Даже пребывание в этих стенах – это особенная атмосфера, особенный дух. Люди-музейщики – это вообще особенные люди, потому что это их жизнь. Музей – это жизнь. Событие прошло на базе Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, который в этом году отмечает 185-летие. Его сотрудникам есть чем поделиться и что показать. И именно сюда стекались работы участников 12-го областного конкурса «Музей как институт сохранения исторической памяти». 26 претендентов, 43 проекта. Тема работ – Великая Отечественная война, патриотическое воспитание, сохранение литературного наследия, культура села. Бугурусланский краеведческий музей представил на конкурс уникальный материал – произведение нашего земляка, писателя Петра Зороченцева, творившего под псевдонимом Завьеловский. Его рукописи долгое время хранились в фондах, и сотрудники музея решили о нем рассказать. Рукописи не изучены, и сотрудникам нашего музея пришла идея создать культурно-образовательную программу, которую мы назвали «Студент Пьер. Кто он?». Дело в том, что в местных газетах начала 20 века «Луч коммуны» и «Пахарь» Завьеловский подписывался псевдонимом «Пьер» или «Студент Пьер». Богатейший материал, сказки, басни, стихи Завьеловского легли в основу Большого театрализованного праздника. Этот проект был представлен на конкурс. Награды были вручены в день проведения форума. Для номинантов это стало признанием их вклада в культуру области. Мы очень рады, что работа нашего музея была оценена столь высоко. В этом, конечно, заслуга всех сотрудников нашего музея. Организатор форума «Содружество музеев» Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. Исторические, художественные, краеведческие, народные. В нашей стране много различных музеев. Мы остановимся на литературных. О ком и о чем они рассказывают, что в них хранится, узнаем от наших гостей. Евгений Богатырев, директор Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина, город Москва. Заслуженный работник культуры России. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Александр Рязанов, директор Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина. Поселок Большие Веземы, Московская область. Заслуженный работник культуры России. Член Президиума Российского комитета Международного совета музеев. Здравствуйте, Евгений Анатольевич, Александр Михайлович. Добрый день. Какова популярность литературных музеев на сегодняшний день, в частности, ваших? Литературные музеи, они очень популярны, и они развиваются, литературные музеи, и необходимо их развивать. Даже несмотря на то, что сейчас появились и компьютерные технологии, но книги никто не отменял. Приятнее все-таки взять книгу, почитать, нежели чем смотреть просто пустой экран. Литературные музеи, они необыкновенные музеи. Во-первых, там можно увидеть предмет, можно своего обожания, можно увидеть и узнать об этом предмете. И опять-таки, с одной стороны, это история литературы, с другой стороны, это сама литература. Сохраняется искусство книги, можно любоваться книгой, переплетом, ее изданием. И опять-таки, кто написал эту книгу, и опять-таки, рассказать об эпохе, когда было создано это произведение. Наш музей, чем он популярен, чем он привлекателен для посетителей, потому что, прежде всего, наш музей связан с детскими годами Пушкина. Самый, наверное, такой темный период жизни и даже творчества Александра Сергеевича Пушкина, потому что мы об этом очень мало знаем. Темный, как малоизученный. Да, как малоизученный. Мы знаем, что Пушкин родился в Москве в 1799 году, некоторые говорят в Михайловском. А в 1811 году Пушкин поступает в Царско-сельский лицей. А что было до 11-го года, это был ведь московский период жизни и творчества Пушкина, даже творчества. Это был Веземский, Захаровский период в жизни и творчестве Пушкина, где впервые Пушкин увидел красоту русской природы, услышал народные песни, познал материнскую ласку от двух необыкновенных женщин, от бабушки Марии Алексеевны и няни Арины Родионовны, но в том числе, конечно, от своей матушки. Ну и я добавлю только одно. Я думаю, что не только мы, музейщики-профессионалы, знаем, как развиваются музеи не только в нашей стране, но еще и в Европе, за рубежом. И мы очень хорошо знаем, что есть страны, где нет ни одного литературного музея. И нет его не потому, что там не хотят увековечить память какого-то писателя. Просто писателей такого уровня, какие есть в России, в тех странах и у тех наций нет. Мы – страна, которая создала и которая обязана хранить великую русскую литературу, которая в очень значительной степени повлияла на развитие не только нашей страны, но и на развитие европейской цивилизации. В 1833 году Александр Пушкин побывал в наших краях. Он собирал материалы для истории Пугачева, для «Капитанской дочки». Для вас, как для директоров музеев, насколько привлекательны эти места? – Знаете, для нашего музея они очень привлекательны, потому что «Капитанская дочка» – это автобиографическое в какой-то степени произведение Александра Сергеевича Пушкина, потому что судьба Машеньки Мироновой очень напоминает судьбу Марии Алексеевны Ганнибал. Такое же было свидание с Екатериной Второй в связи с разъездом, с Осиповым Абрамовичем, не разводом, а разъездом. И здесь очень важно, поэтому не случайно мы очень так сотрудничаем и с Оренбургской областью. И в последнее время мы стали дружить с вашим замечательным музеем «Капитанской дочкой». Есть сообщество пушкинских музеев. В него входит сегодня 26 музеев, которые в той или иной степени занимаются Пушкином. Оренбург – один из активных участников. И что такое сообщество? Это еще возможность работать вместе. И вместе с Созидателем. История Пугачевского бунта, вы знаете, она очень такая история, очень щепетильная, особенно для того времени. Пытались забыть об этих всех ужасах, особенно в дворянских кругах. А здесь Пушкин, можно сказать, один из первых, который всколыхнул и решил показать, почему все это произошло. Действительно, там была судьба, и ломались просто целые судьбы, целые мировоззрения. Произведение великое. И оно еще, может быть, недостаточно даже раскрыто и нами, не совсем понято. Потому что, когда его читаешь, это просто шедевр, и каждый раз по-новому действительно открывается. А на ваш взгляд, в каком направлении нужно развивать музейно-выставочный комплекс «Красная гора»? Знаете, они нашли свою нишу. Они нашли нишу вот среди музейного сообщества. Во-первых, там экспозиция посвящена самому произведению. Много книг собрано, много интересных предметов. И главное, идут занятия со студентами. Это культурный центр, музейный центр. Его надо развивать, его надо поддерживать. Может быть, вот вам, пожалуйста, и будущий литературный музей Оренбуржья. Но главное, чтобы сохранить вот эту прелесть этого музея. Потому что сейчас он где-то, может быть, немножечко наивный. Где-то он такой. Но, вы знаете, вот этим он и подкупает. Может быть, вот через такую игру, через такое понимание капитанской дочки и можно достучаться сейчас вот до сердец наших молодых людей. Спасибо вам за разговор. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Сад Фрунзе. Парк с вечным огнем. Фрунзенский садик. Как только не называли этот уголок в центре Оренбурга. Когда-то давным-давно здесь был Чернореченский сад, некоторые насаждения которого растут до сих пор. В 60-х годах прошлого века на этих площадках планировалось разместить цирк. Но городские власти приняли решение в честь очередной годовщины Великой Победы разбить на этом месте парк. В 90-х годах парк пришел в запустение. Деревья засыхали, декор весь рушился. Экспонаты, танки, зенитки ржавели и падали с постаментов. Попав под заботливое крыло Оренбургского губернаторского историко-кроведческого музея, парк обрел новую жизнь. Открытие состоялось в 2005 году. Сегодня выставочный комплекс «Салют Победа» – одна из главных достопримечательностей Оренбурга. Здесь проходят экскурсии, приезжают известные люди. Одну из аллей украшает елочка, посаженная Валентиной Терешковой. В парке представлено более 70 образцов оружия, сельскохозяйственной, автомобильной и железнодорожной техники, промышленного оборудования. Военная экспозиция занимает около 4 гектаров и размещена по секторам, посвященным важнейшим событиям и сражениям под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге и форсировании Днепра. 19 единиц подлинных военно-исторических памятников периода Великой Отечественной войны. Красной нитью прослеживаются боевые пути 15 дивизий, сформированных на Оренбургской земле, из жителей городов и сел области. Достойно отражает вклад тылового Оренбуржья в Великую Победу выставочный сектор тыл фронту. В крытом павильоне установлено заводское оборудование и станки, на которых обрабатывали металл, изготавливали для фронта патроны и снаряды. Наша область очень много дала для Победы как тыловая, поскольку было отправлено 124 миллиона пуда хлеба на фронт. Завершает выставку раздел, демонстрирующий современную военную технику. Новый экспонат, транспортно-пусковой контейнер межконтинентальной баллистической ракеты «Воевода», был установлен пять лет назад. Музей постоянно пополняется новыми экспонатами, например, эти автомобили и будка постового. В 2015 году в парке произошло историческое событие. После реконструкции чаши здесь снова вспыхнул вечный огонь. Его зажгли от факела Победы. Это частица огня, горящего на могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Оренбург стал одним из 30 регионов России, в которых загорелось негасимое пламя памяти. Овечий или «Желтый камень» – так в переводе звучит название небольшого поселка Оренбургской области. На его территории есть достопримечательности, известные далеко за пределами нашего края. Это Свято-Троицкая обитель Милосердия, это комплекс Красная гора. А сколько талантов живет на благодатной земле, не перечесть. С одним из лучших певческих коллективов районного центра «Сороктаж» познакомит Елена Анифатьева. Народный ансамбль «Русская песня» очень любим сороктажцами. Про него говорят «Наша душа». И это понятно, они так душевно поют. О степных просторах, о России. В этом году ансамблю исполнилось 15 лет. Он родился в центре досуга и так стремительно завоевал популярность в своем поселке и за его пределами, что же через год получил почетное звание «Народный». Нас любят. У нас был недавно юбилейный концерт, он был аншлаговый. В общем, все хлопали, скандировали «Браво» и говорили, что мы не хуже кого-то там приглашенного. Сегодня у коллектива молодой и энергичный руководитель Наталья Москвина. Она пришла в ансамбль по зову сердца. Я взяла коллектив только три года назад. Мы на тот момент уже подросли, еще молодежь добавилась. И, в общем-то, поем стараемся сохранить русские наши оренбургские традиции, оренбургского казачества. Виталий Осириков в «Народную группу» привел случай. Участвовал он как-то в КВН. Там мы, как обычно, на музыкальном конкурсе выступали. И наш руководитель Наталья Москвина тоже участвовала в этом мероприятии. И на данном, как бы сказать, конкурсе она, наверное, как-то, я не знаю, но профессиональным слухом услышала, что с нас может что-то получиться. По воле судьбы стала солисткой ансамбля и Екатерина Илюшникова. Устроилась работать в Центр досуга. Ее пригласили попробовать себя в качестве артистки ансамбля. Попробовала. И втянулась. В творческом багаже коллектива народные песни, произведения советских композиторов, оренбургских и местных авторов. Особое место занимает казачий репертуар. 15 лет. Вроде и невеликий юбилей, а история уже большая. Ансамбль не раз становился лауреатом всевозможных конкурсов и фестивалей. И везде их встречают овациями. Совсем скоро большое культурное событие произойдет в Бугуруслане. 6 ноября. После многолетней реконструкции там откроется Драматический театр имени Гоголя. Один из старейших на Урале. Пока же идет подготовка к долгожданному мероприятию. Вот на этой приятной новости я с вами прощаюсь ровно на одну неделю. Всего вам самого хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok